Теперь посмотрим, как таблица работает на практике Здесь уже создан новый проект SingleViewApp Давайте сразу посмотрим на модель данных, которую будем использовать В качестве данных будет список рецептов, разбитых по категориям В структуре категории есть название и, собственно, массив рецептов А сам рецепт состоит также из опциональной иконки, названия и ингредиентов Дальше заполняем наш список рецептов по категориям Категории здесь будет три, в каждой из которых до 20 рецептов Обратите внимание, что фотографии есть не у всех рецептов Теперь создадим таблицу Теперь нужно установить Delegate и DataSource для таблицы Это можно сделать в закладке Connection Inspector Если сейчас мы пробуем запустить проект, то получим ошибку Это потому, что мы не реализовали обязательные методы из протокола UI TableView DataSource Давайте перейдем в код И сделаем это в отдельном расширении Теперь Xcode показывает, что мы не реализовали все обязательные методы Давайте воспользуемся этой подсказкой Xcode видит, какие методы мы обязательно должны реализовать И может подставить их прототипы как раз туда, куда нужно Перед реализацией этих методов было бы хорошо получить список рецептов в виде свойств Напомню, что таблица имеет двумерную структуру Поэтому сначала нам нужно вернуть количество секций Метод для количества секций не является обязательным Поэтому мы должны добавить его сами Он называется NumberOfSections in TableView Здесь надо вернуть количество секций Оно будет равно количеству категорий С количеством строк для каждой секции так же все просто Получаем нужную категорию А затем получаем для нее количество рецептов Теперь нужно вернуть настроенную ячейку В методе TableViewSell4RowAtIndexPath Создаем объект UiTableViewSell Мы будем использовать стиль ячейки с подзаголовком Чтобы показать ингредиенты рецепта Про остальные стили и про reuseIdentifier расскажу чуть позже Теперь разместим контент Получаем нужный рецепт И настраиваем ячейку Осталось вернуть эту ячейку В завершении было бы неплохо подписать секции Чтобы мы точно знали, к какой категории относятся рецепты Воспользуемся методом TableViewTitleForHeaderInSection Теперь все готово Давайте запустим проект И посмотрим, что получилось Рецепты на месте Но списки ингредиентов не вмещаются полностью Для начала изменим максимальное количество строк в текстовых полях Параметр 0 означает, что количество строк может быть неограниченным Давайте смотреть, что получилось Еще обратите внимание на то, что заголовок секции прилегает к верху таблицы Когда мы прокручиваем контент Это один из двух возможных стилей А сам стиль можно настроить в редакторе интерфейса Итак, это базовые действия и методы для работы с классом UI TableView Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...